Мы едем на автобусе Слипер-класса. Мы добрались до Варанаси утром на Слипер-басс в спячем автобусе. Водитель высадил всех пассажиров в 14 километрах от города, сказав, что дальше не поедет из-за пробки. Вообще же он стал выгружать мешки цемента, которые вез вместе с пассажирами. Неплохо подработал и кинул людей. В этом все индийцы. Пересели на общественный транспорт. Проезд 27 рупий. Доехали до центра. Из-за фестиваля в Маха-Шиваратри «Великая ночь Шивы» везде очень много людей. Недорогие гостиницы все заняты. Даже та, в которой мы забронировали номер на букинге. Поэтому мы просимся в одном отеле на крышу, откуда открывается замечательный вид. Впрочем, на крыше ночевать гораздо чище, чем в любом из индийских номеров. Гуляем по узким улочкам, которые называются Гали, вместе с коровами, козами, макаками и индийцами. Здесь так же, как и в Пахарганш, кипит жизнь. Такой акробат. Ой, падает. Ты возьму и падает? Почему? Да. Опа, опа. О, какая, блин. Ну, сейчас на голову свалится с камерой. Люди работают, продают, живут. За исключением того, что здесь нет мяса, ввиду святости города. При улочке разрисованы граффити. Улицы и кварталы имеют специализированные названия. Например, качауи-гали – уличная еда, хоа-гали – молочные продукты, сати-базар – продажа шелка. Гуляя по переулкам, часто обращали внимание на красивые элементы архитектуры. Часто встречали изображения рыб над входом. Выходим на набережную Ганга. Эта река считается здесь священной, а смерть в Варанасе – прекращающей череду перерождений. Как сказала моя жена, если бы я жила в Индии, то приехала бы умирать в этот город, потому что после жизни в этой стране вряд ли захочется переродиться. А вообще, здесь имеются специальные общежития, куда люди приезжают и ждут своей смерти. Бывает, ждут годами. На набережной – хуйма колоритных личностей. В Ганге они стирают, купаются, моются. На берегу Ганга отдыхают, гуляют, спят, изжигают покойников. Нам два раза удалось увидеть индийский похоронный обряд. Сначала тело на своеобразных носилках кладут в Ганг, потом украшают цветами, сооружают поленицу, снимают цветы с тела и кладут его на поленицу, закладывают сверху дровами и поджигают. Запах паленого мяса. После обряда рядом с кострами на берегу лежит гора пепла. Абсурдность ситуации поражала. У Ганга прямо на земле сжигают мужика. Рядом в трех метрах купается парень. Козы жут цветы, снятые с покойника. Встретили Фина, который снимал документалку про Индию и решил искупаться в Ганге. Рискованно. Надеемся, он жив. А вообще, целые семьи приезжают, чтобы искупаться среди пепла покойников. Гуляют разодетые дети и собирают деньги, ставя титул на лоб. Какой-то храм просто, не знаю. Нет, это просто какой-то храм и люди храм. По переулкам с гатами лежит заготовленное сандаловое дерево. Оно используется для ритуала, иначе колдовство не получится. Также обряд совершают мужчины. Если будут женщины, и они заплачут, колдовства не выйдет. Меня как-то приглашали на похороны в Индии, где играли музыканты, и устраивалась дискотека. Веселье похлеще, чем на дне рождения. Люди молятся шире и порвать. Варанаси является местом их пребывания на земле, куда они переместились с горы Тайлас. Вообще, Варанаси – один из древнейших городов мира, существующий непрерывно. В древних Ведах и Пуранах Варанаси упоминался как центр вселенной и место, откуда началось сотворение мира. Скорее всего, город возник как поселение пришлых ариев и скоро стал крупным и религиозным центром. Вся религиозная жизнь проходит на гатах, коих насчитывается 84. От города их отделяет стена крепостей и особняков. Варанаси был не только индуистским. В 528 году до н.э. Будда, направляясь в Варанаси, прочел свою первую проповедь к соседним Сарнатхе. В Варанаси же стала существовать большая буддийская община. Здесь проповедовал и основатель джайнизма Маха Вира. Его посещал Гору Нанак, основатель сикхизма. Вечереет. Людей стало еще больше. Вместо святой музыки, в праздник Маха Шаваратри, люди просто прыгают под музыку. Я был на этом празднике несколько лет назад в деревне. Было все очень красиво. Ночь бдения. Нельзя засыпать. Большая толпа индийцев сидели у храма со свечами. Было красиво. Вообще, здесь есть какая-то доля спокойствия, несмотря на все то, что нас окружало. Мы доберемся и до Сарнатха. Издревле в густых зарослях этой местности риши, отшельники, занимались духовными практиками. Во времена Будды там существовала оленья роща. Олени-то среди животных первыми и услышали проповедь, и стали символом буддизма. Когда император Ашока принял буддизм в третьем веке до нашей эры, он выстроил в Сарнатхе грандиозный храмовый и монастырский комплекс. По сей день здесь соседствуют буддийские храмы разных направлений и стран. Сохранилась и ступа Джамек. Именно на месте ступы Будда и произнес свою первую проповедь. Насладившись спокойствием этого места, мы поехали к следующему пункту нашего путешествия. Прямиком в Гималайи. Да, что-то будет. Мне кажется, что все действительно... Продолжение следует...